Исследователи обыскивали практически все, но мы видим это, потому что происходит в квартире, что здесь все перевернуто. В частности, очень много вещей было накидано сюда, где сейчас стоит новый ноутбук, который я купил уже после выхода из СК. Утром здесь все было вот так вот напихано. Осматривали вот эти все ящики. В частности, здесь это ящик с моими основными документами. То есть вот здесь все осматривали. Ну то есть, по сути, осматривали все. Доставали мои плакаты с различных акций политических. Присутствовал в постоянном режиме хотя бы кто-то один из них. Почти все время это был главный, собственно, следователь. Кроме того, был еще одинчик, еще одинчик. Они, как правило, большую часть времени их было двое. Но время от времени их становилось трое, время от времени один. То есть вот как-то вот они так сменялись. Еще почти все время примерно вот здесь стояли вот девушки понятые. А и первое время еще была их штатная операторша с камерой, которая поснимала, но достаточно быстро ушла, буквально минут через двадцать. Вот. То есть вели они себя спокойно. Как бы руки не заламывали, ничего не рвали, не ломали. Я спал на этом диване, только он был разобран из простыней и бельем. Услышал стук в дверь очень сильный, звонок, крики, открывайте немедленно. Не сразу я им стал открывать. Я звонил адвокату Качанову, думал вообще сильно над тем, что делать. Но я впервые столкнулся с такой ситуацией. В итоге они успели слегка взломать дверь. Я тут же открыл, поэтому на двери осталась вмятина. Но, к счастью, работоспособность двери в мою квартиру от этого не ухудшилась в итоге. Они вошли, сразу же мне сообщили о том, что против меня возбуждено уголовное дело по статье 284.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть в момент, когда они зашли, я понимал, что с этого момента моя свобода полностью в их руках. Я был координатором Открытой России до декабря 2018 года. После этого я был избран в региональный совет, но координатором быть перестал. А в феврале я и вовсе написал заявление о выходе из Открытой России. Соответственно, никаких оснований, то есть даже при условии, что мы считаем Открытую Россию той самой организацией, которая признана нежелательной, они не имеют права открывать уголовное дело против человека, который добровольно прекратил участие в деятельности организации. Это прямо написано в этой статье 284.1. Тем не менее, это уголовное дело открыто, но тот факт, что я на самом деле прекратил участие в деятельности Открытой России, явно сыграл мне на руку в данном случае, что я сейчас здесь с вами разговариваю, а не где-нибудь в СИЗО, значит, толкаю байки с окамерником. То есть есть надежда на то, что в итоге я не стану именно обвиняемым, что дело будет закрыто, но вот в данный момент я остаюсь подозреваемым, но я могу спокойно работать, пользоваться мобильной связью, интернетом и даже свободно перемещаться вдоль и поперек нашей необъятной родины, но, к сожалению, за границу я никак не могу выехать, поскольку загранпаспорт у меня, конечно же, изъяли. Поехал я в СК уже не с ними, а с адвокатом. Ну, когда мы приехали, был проведен допрос, я не могу, к сожалению, говорить, что я говорил на допросе, хотя это чистая формальность, там ничего принципиально нового не было по сравнению с тем, что я уже рассказал, ну, просто я дал подписку, а не разглашение допроса. Вот, значит, ну, итог, это то, что я остаюсь подозреваемым, ну, и, собственно, все. Продолжение следует...